В Дагестане всю неделю шли задержания, причём на самом высоком правительственном уровне. Так, в одном из наиболее сложных кавказских регионов пошёл процесс декриминализации. Прошлый глава региона опасался нарушить сложившийся там клановый баланс, а сейчас люди говорят «наконец-то». О том, как Дагестан чистится от казнокрадов, специально для Вести недели, корреспондент программы «Дежурная часть» Андрей Ивлев. Слушай, а встань от меня, что ты от меня хочешь? Махачкала, Дагестан. Продавцы просят не мешать торговле, говорить о происхождении товара не хотят. Не знаем, нам привозят, мы продаём, а мы документы не спрашиваем, мы ничего не спрашиваем. Рыба и хлеб в прямом смысле слова. Где ловили? Касмическое море. А вы знаете, что рыба есть красногнижная, которая запрещена, которую нельзя добывать? Не знаю, кутун нельзя, кассатриня нельзя. Кутун можно? Это можно. На прилавках сом, сазан, щуки цены доступные. Рыба на любой вкус и по сходной цене один из центральных рынков Махачкалы. Ещё некоторое время назад чёрную икру здесь можно было купить в открытую. Сейчас продают только из-под полы. Целые преступные группировки реализуют товар. Бизнес этот весьма прибыльный. Икра чёрная, а всё оттуда. 35 тысячи. Икру продаёте, говорю? Какую икру? Икру, икру. А сейчас икру продаётся, нет? Бывает ответ. Откуда, о чём ты говоришь? Что за... Давай иду. Не бывает здесь, нет? А? Не бывает здесь икра. Нету? А где бывает? Москве, Москве. Валом. Туда можно там попросить. Типичное поведение. К ревизиям здесь привыкли. Один из продавцов советует нам вызвать полицию. Контролёры возьми с собой, вот так разговаривают. А так, так же никто тебе ничего не... А по камеру скажите, пожалуйста. Ничего не сказать мне надо. Кадры оперативной съёмки. Полицейские пресекают нелегальный промысел по продаже чёрной икры. Бизнес был поставлен на поток. Икру добывали и перерабатывали в Дагестане. Потом везли на продажу в Москву. Оперативники изъяли 55 килограммов на сумму более 3 миллионов рублей. Эта операция, конечно, всего лишь капля в море. Каспийское море — рыбное место браконьеров. За добычей нелегалы выходят на частных судах, иногда даже в шторм. Осетровые породы добывают тоннами. Правда, в последнее время здесь ценной рыбы всё меньше. Севрюга, белуга уже давно на грани исчезновения. Браконьеры безжалостно истребляют оставшиеся виды. Чёрный бизнес цветёт махровым цветом. Незаконные врезки — ещё одна головная боль Дагестана. Газ ворует в городах, в отдалённых посёлках, даже в строящихся кварталах. Полиция только успевает фиксировать нарушения. Четверых задержанных правительственных чиновников во вторник арестовал басманный суд Москвы. Гамидов, Юсуфов, Исаев и Шахов на два месяца отправлены в изолятор. Они, как полагают следователи, занимались мошенничеством в особо крупном размере. Крупная махинация была связана с реконструкцией Центра временного содержания мигрантов. С помощью фиктивных договоров Гамидов с Юсуповым в разы завысили объём выполненных работ. Выгоду забрали себе. То же самое произошло и с обустройством детского сада в селе Холимбекаул Буйнакского района. Совокупный ущерб от мошеннических действий всех фигурантов уголовного дела составил свыше 180 миллионов рублей. По озвученным эпизодам преступной деятельности обвинение уже предъявлено. Однако следственная оперативная работа продолжается. Сами чиновники не бедствовали. Временно исполняющий обязанности вице-премьера Шамиль Исаев, к примеру, промышлял туристическим бизнесом. Его детище — турбаза с озвученным названием в горном районе Дагестана. Орлиное гнездо опустело сразу после того, как здесь прошли обыски. Как полагают следователи, эта турбаза была собственностью вице-премьера Шамиля Исаева, который, пользуясь своим статусом, добился включения объекта в федеральную инвестиционную программу и, по сути, обустраивал базу за государственный счет, получая дотации. Бизнес этот приносил ему неплохой доход. К примеру, в летний сезон стоимость одного номера начиналась от 5000 рублей в сутки. По версии следствия, члены правительства Дагестана могли входить в организованное преступное сообщество, возглавлял которое временно исполняющий обязанности председателя Абдусамад Гамидов. Бойцы спецназа ФСБ в масках и с автоматами застали его врасплох. В Доме премьера, как выяснилось, во время обыска был настоящий схрон. У Гамидова изъяли два автомата Калашникова, боеприпасы, а также целую коллекцию оружия. Особое внимание оперативников привлек этот золотой пистолет с инициалами владельца на рукоятке. Это охраняемый жилой квартал в Махачкале. Здесь его называют Санта-Барбара. Обычные люди стараются обходить неприступные замки стороной. Поздно приехали. Лет 20 назад надо было. О нечистых делах Абдусамада Гамидова и его команды в Дагестане говорили давно. Была информация, что он возглавлял так называемую Микигинскую группировку, оказывающую влияние на все политические процессы в Дагестане. Криминал в регионе при Гамидове процветал. Этих участников преступной группы задержали в аэропорту Гнуково с мешками денег наперевес. Средства, как выяснилось, имели криминальное происхождение. Эти задержанные незаконно обналичили более 100 миллиардов рублей. Деньги в Москву поступали из Северокавказского федерального округа. Преступники действовали в нескольких регионах на Северном Кавказе. Деньги они получали с помощью фирмы «Однодневок» из торговых точек. Потом переводили их в банки Дагестана. Обналичивали, хранили в тайниках. А потом контрабандой доставляли авиарейсами из Махачкалы в Москву. Однажды на них было совершено нападение. Добычей налетчиков стали 75 миллионов рублей. Этот дом в селе Микиги, 100 километров от Махачкалы, родовое гнездо Гамидовых. По словам местных жителей, его построил старший брат Абдусамада Гамид. Уже будучи временно исполняющим обязанности председателя правительства, политик сюда периодически приезжал, здесь отдыхал. Богатое убранство снаружи и внутри. Звериные шкуры, картины, в сейфах, еще оружие. Судя по потертым рукояткам, из него стреляли. Объяснить происхождение арсенала Гамидов не смог. Помимо огромного дворца, в селе есть еще одна достопримечательность. Скромный дом, где прошло детство Гамидова. Жители недоумевают, как так получилось, что такой уважаемый человек, выросший в простой семье, вдруг оказался под следствием за мошенничество. Этот человек в селе ехал, не было такого, чтобы он не останавливался. Со стариками не позорвался. 52-летний Абдусамад Гамидов был министром финансов, депутатом. В должности временно исполняющего обязанности премьера Дагестана занимался решением социальных проблем, но меньше их не становилось. Люди жаловались на коррупцию. Я 7 лет устраиваюсь на работу, я не могу устроиться. Нужны связи, нужны деньги. По соседству с богатыми домами аварийные бараки. Житель Махачкалы Олег показывает нам свою квартиру. В коридорах его коммуналки гуляет ветер. Повар правительственной столовой в свое время разрабатывал меню для Гамидова и его замов. Говорит, они любили вкусно покушать. Приспочитали, но в основном все лучшее. Водку жрали, извините, что я так говорю. Теперь задержанным придется довольствоваться меню столовой следственного изолятора. Пока чиновники под стражей, следователи собирают доказательства их вины. В четверг в Дагестан с рабочим визитом прибыл глава ведомства Александр Бастрыкин. А в субботу генпрокурор Юрий Чайка представил в Махачкале нового прокурора республики Дениса Попова. Следователи не исключают, что фигурантов дело о крупном мошенничестве с госбюджетом. Может быть больше. Новые задержания уже последовали. Деградов дело о крупном мошенничестве с госбюджетом.